Здравствуйте! С вами программа «Симпятниц» и я, ее ведущая Евгения. Смотрите сегодня в программе. Быть стильным значит отступить от стереотипов и не бояться выглядеть не таким, как все. Поговорим о моде и стиле с дизайнером Ольгой Жалыбиной. Я все больше прихожу к убеждению, что модным сегодня быть легко. Во-первых, тенденций настолько много и они настолько разнообразны, что назвать себя модницей сможет и та, что выбирает жакеты и пальто из твида с широкими плечами в стиле сороковых, и та, что носит косухи. Но одно дело следовать тенденциям моды, другое – найти свой стиль во всем этом многообразии. Знакомьтесь, это Ольга Жалыбина, дизайнер. Мне нравится что-то придумать, но я не училась сначала на этом. Я училась сначала в строительном институте, на факультете дизайн. И каждый год мы с моей группой участвовали в «Положских сезонах» Александра Васильева. В 2008 году Ольга заняла первое место на «Васильевских сезонах» со своей свадебной коллекцией. Потом она создала мужскую коллекцию, следом – купальники. После Ольга решила совершенствовать свои навыки. Я решила учиться на это. Поехала в Лондон, в центр Сан-Мартин. Училась там полгода на фэшн-дизайне и на графическом дизайне. Это был год просто увлекательный, настолько креативный. Я даже не думала, что где-то чему-то могут учить так, как там. А почему, так скажем, начала свой путь со свадебной коллекцией? Ты сама решила? Нет, потому что как-то мы с мамой вышли с вокзала в Москве. И перед нами пробежала девушка в очень коротком платье с синей огромной фатой. Я говорю, вот прикольно, такая свадьба необычная. И она убежала, и все. У нее был огромный чемодан. И потом, когда мне уже надо было придумать коллекцию, я не знала, какую тему взять. И тут я поняла, что никогда на Павловских сезонах не было свадебной коллекции. И эта девушка меня вдохновила. Кстати, мама – верный единомышленник и помощник Ольги. Ну, обычно мне помогают какие-то вдохновения от мамы. И обычно приснится какой-нибудь грандиозный сон. И на самом деле он потом сбывается. Вот. И я, как сказать, беру какие-то идеи с ее сна и делаю коллекцию. Все начинается с творческого порыва, вдохновения. Все наряды несут какую-то тайну, скрытый в складках и запахах смысл. Ну, это платье для беременных. Это все платье-цветок. То есть в нем даже можно пойти на Новый год. Вот. Потом открывается, и тут цветок. Цветок жизни. Вот. Также можно прикрепить уже вот сюда каким-то аксессуаром, и будет уже совершенно другое платье. И у меня была задумка цветок. Ну, как бы цветок. Дети – цветы жизни. Вот. И я решила прям сделать прям цветок, чтобы он был такой объемный, персиковый цветок. Это многослойное платье-цветок из атласа из последней коллекции Ольги – Эва Концепшн. Когда женщина носит своего ребенка, она думает, все думают точнее, что это болезнь, что никуда нельзя выйти, что ты там, у тебя болит, это то, сё. Но на самом деле это такие же радостные моменты, такие же модные клубы, модные рестораны. Такая же радость. Глядя на наряды Ольги Жалыбиной, забывай, что такое мода. Чтобы надеть, скажем, вот это платье, мало разбираться в тенденциях. Нужно быть самодостаточной фигурой, чтобы не потеряться во всех этих лепестках. Для каждой коллекции у меня свои люди. Допустим, для мужской коллекции у меня были люди – это роскошные мужчины, богатые. Как известно, наши отважные и сильные мужчины в вопросах моды и стиля дают слабину. И не каждый, согласитесь, самарский молодой человек осмелится надеть на себя такой костюм. Вот это мужская коллекция, он из Жакарта. Это дорогой материал очень. Вот здесь также находились специальные пуговицы на блошиных рынках. Вот. Тут, ну, как бы на мужчины, как бы, немножко странно, почему розовый? Вот, на самом деле, у меня даже был один такой клиент, как бы, сначала я не знала, что буду в Васильевах участвовать. Вот, и он говорит, я так бы хотел себе розовый костюм. Вот, и у меня уже родилась идея, что вот я ему сошью розовый костюм. То есть мужчины тоже любят аксессуары, только как бы им, над ними смеются, когда они это одевают. Ну, это, конечно, у молодежи, у людей, которые более богаты, и те, которые ездят за границей часто, они спокойно могут, допустим, одеть какие-то бусы себе на шею или какие-то шарфы, что сейчас очень модно. Боязнь показаться смешным – главная проблема нашего города. Кстати, быть не таким, как все, носить особенную прическу, необычно одеваться нередко раздражают окружающих. В нашем городе быть стильным в некоторых случаях бывает даже опасно. Ну, вот, например, допустим, выходишь в Лондоне, как я выходила из дома, и я знала, что модно. Модный макияж, там, не обязательно там богатый по улице идет, я его увижу в метро. Вот, просто у нас такие люди, как бы, если они увидели, что вся толпа, допустим, одела там те же самые уги. Я хотела сказать. Да, уги, то они тоже оденут уги. В общем, подумайте на досуге, есть ли у вас свой собственный стиль. Уги, конечно, не возбраняются, но помните, городская мода опасна, ведь однажды она превращает примерных и следующих всем тенденциям модниц в клоны. Как же мы, женщины, любим все эти цацки. И у каждой из нас свои пристрастия. Одни носят золото, другие украшения из бисера, стекла и шерсти. Слава богу, в моде все. Если говорить о золоте, то наряду с неослабевающей популярностью белого золота набирает обороты розовое. Розовое золото выглядит женственно-романтично и одновременно очень стильно. Еще в моде крупные камни разной формы и цвета. В этом кольце стоит камень-бриллиант 1,05 карат. Огранка наша фирменная, идеальная огранка пылающий лед. То есть все грани здесь и пропорции очень точно соблюдены, что позволяет камню максимально ярко играть. Если посмотреть через идеал-спорт, то с этой стороны вы увидите 8 четких стрел. А с внешней стороны бриллианта вы увидите 8 четких сердец. Частота бриллианта по цвету двоечка, по частоте 3 класса в рамке А. Камень действительно большой и спорно вписывается в сегодняшней тенденции. Хорошо, что у нас сейчас есть такой материал, как пластмасс, как пластик. Мы из него можем делать очень интересные, необычные формы, вещи, которые имитируют и натуральные камни, и металл. Стоит это не настолько дорого, чтобы от этого отказываться. Но, тем не менее, обычное черное коктейльное платье, с которым мы не знаем, что нам надеть, можно превратить во что угодно, в любой образ. Сегодня украшения говорят не о материальном положении человека, а о его вкусе. Аксессуары – это вообще очень интересная тема, потому что даже самый простой наряд можно дополнить какими-то очень интересными вещами. Стоит надеть пару браслетов, либо это росы браслетов, либо это один какой-то достаточно крупный. И уже мы можем какую-то стилистику наблюдать в этом. В моде по-прежнему массивные украшения в их число входят, помимо брошей, бусы, кулоны и браслеты. Предпочтительный материал – яркий пластик и камни, похожие на леденцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова